Добро пожаловать в рубрику английского языка English and Short Notes, английский в коротких заметках, где мы будем разговаривать о самых интересных мелочах английского языка так, чтобы они помещались на листочке отрывного блокнотика для удобного, легкого и замечательного заучивания. Hello everybody, and today we're going to talk about the verb and the noun believe. Всем привет! Сегодня будем разговаривать о слове believe, как о существительном, так и о глаголе. Но начну я сегодня с маленькой коротенькой разговорной заметочки, которая на самом деле меня удивила, и я не могу просто о ней умолчать. Буквально очень недавно в разговоре реальном со своей подписчицей, я с сюрпризом, с удивлением на самом деле обнаружила, что подписчики, оказывается, считают, что обратиться ко мне за уроками, это, наверное, как-то сложно, потому что очень дорого. То есть я не думаю, что если учишь язык с блогером, который на YouTube что-то рассказывает, то, наверное, уроки это очень дорого, особенно индивидуальные уроки. Так вот, я просто хочу развеять сегодня этот мир, дорогие друзья. Мои курсы английского языка абсолютно уверенно доступны буквально каждому. Не каким-то там семьям с высоким повышенным достатком, да? А мои уроки, я вас уверяю, доступны абсолютно каждому человеку абсолютно вне зависимости от его финансового положения. Поэтому кому нужны английские, индивидуальные уроки, разные тематики, пожалуйста, обращайтесь. И не стесняйтесь, самое главное, спрашивать, правда? Все, естественно, будет рассказано в личных беседах. Ну а теперь поехали разбираться с полуив. Очень часто, благодаря нулевой суффиксации, мы имеем с вами существительное и глагол, как бы одинаковые слова, но типа разные периоды. Вот слово «блив», которое заканчивается на букву «ф», это существительное «вера» или некое «верование». Но когда мы делаем из него множественное число, по закону трансформации на письме, при образовании множественного числа, добавление окончания «с», буковка «ф» должна поменяться на буковку «в». Об этом я очень детально рассказываю на индивидуальных уроках, поэтому добро пожаловать. Основные закономерности, их много, но они все абсолютно понятные. Так вот, получаем «бливз». Произносим так же, как мы, в общем-то, и пишем, да? «Бливз», то есть верование. Следующая история — это глагол «блив», то бишь верить. И мы можем с вами построить предложение во времени «празднцемпл», настоящее простое. И вы помните, что там тоже добавляется окончание «с» для третьего лица для «хи», «ши», «ид». И получается «I believe», но «хи» или «ши» или «ид» «бливз». Я верю или он, или она верит или полагает. То есть мы пишем «бливз», «в» и «эс» на конце. Ну что, уже заметили подвох? Давайте еще раз. Я могу сказать «one belief», могу сказать «lots of beliefs». Одно верование, много верований. И я могу сказать «I believe», но «she believes». Что произошло? Формы существительного во множественном числе и формы глагола в третьем лице при написании абсолютно совпадают. Соответственно, логичный вопрос с вашей стороны, зачем мне это знать? А затем, что когда вы видите в предложении слово «believes» с окончанием «ves», вы должны подумать, с чем вы имеете дело с существительным или с глаголом. То есть там кто-то имеет какие-то верования или кто-то реально во что-то верит. Грамматически это может быть разная история. И, конечно же, мы знаем, что в английском языке все замешано на порядке слов-предложений, поэтому именно порядок слов-предложений поможет вам вычислить, что это глагол или существительное. То есть правила существительные стоят в начале и в конце предложения, а глаголы стоят вторым словом. Ну, если не считать вспомогательным глаголом, да, то есть где-то посерединке из формулы, подлежащей сказуемой дополнениям. Поэтому будьте бдительны и правильно переводите свои слова. Если, кстати, кто-то помнит, эта история очень похожа на историю с «life» и «lives», да, «жизнь» и «жизни» и с глаголом «live» и «leaves». Я живу, он живет. Я оставлю ссылочку на это видео ниже. История там примерно такая же. Можете опуститься в инфобокс и пойти посмотреть тот трек тоже. Ну, а вообще, thanks for watching. Спасибо за просмотр. И не забудьте сегодня улыбаться. Have a nice mood. Bye-bye. Субтитры сделал DimaTorzok